вот у нас сушильная машинка samsung вот мульти стим это в принципе без разницы она где-то почти одинаково все и она когда сушку делает начала издавать всякие шумы и мы решили ее починить для этого мы на амазоне заказали реперти это расходники от замена тут есть пришло нам ремень потом ролик натяжения для ремня не мог две пружинки для этого ролика чтобы натяг делать это ремня и роллеры такие или ролики по-русски они отстоят ставятся с двух сторон с одной стороны барабаны другой 4 2 с одной 2 с другой они бывают изнашивается и потом плохо как бы крутятся их зажимает и она начинает издавать шум приступим к работе на на немножко ее разобрать чтобы подлезть самим ремням и кроллером для того чтобы подлезть к этим ремням на нам вот эту верхнюю панельку снять и потом лицевую переднюю для этого чтобы верхнюю снять вот здесь два есть болта болтика тут с такими крепления таких откручиваем такое вот крепление снимаем с одной стороны и с другой стороны тоже самое вот здесь снимаем потом берем так приподнимаем вот так это она у нас вот уже это открывается вот так мы его ставим как раз нам тут стенка поможет не на сильно теперь мы вот это вместе с панельки лицевую сторону мост три болтика здесь здесь и здесь вот как бы откручиваем это все и три штуки вот здесь лицевой вот здесь один вот здесь и здесь убираем теперь вот нам на тут отсоединить вот эти всякие проводки чтоб мы их не здесь можно так сделать натяжение потом это здесь они идут как бы на этот на сенсор на на двери на замок сейчас могут это немножко здесь проводки на обязательно прежде чем вы все это начнете делать отключить из сети на всякий как говорится это шум нет не ударило током так что это для безопасности отключаем теперь снимаем а вот здесь вот есть как раз сенсор датчик на дверью мы его немножко это чтоб не натянулся так отключаем а это у нас другой датчик сейчас берем немножко это и потом кверху так чуть-чуть приподнимаем и все она так аккуратненько снимается вот здесь это самый барабан вот ремень мы пока видим ролики они там внизу потому их не видим вот он как это видно что разболтана она туда сюда ходит что сейчас мы что делаем нам на вот эту переднюю панельку снять вот она держится на четырех шелупиках болтиках вот их убираем и она спокойно это снимается так отверточкой раз раз их вот так откручиваешь потом я покажу немножко вверх их приподнимаешь они как бы тут на крючках и она спокойно снимается так еще нам надо вот здесь от воздушный канал открутить раз два болтика и третий здесь болтик вот она немножко его раз и все это фильтр он будет конечно сразу вытащить но ничего вот тут тоже много из это можно будет это все пылесосом пылесосом пылесосить чтобы здесь это как бы для безопасности чтобы вот этой пыли не было то вдруг где-то что-то замкнет загорится пыль вот здесь вот самый как его фен который воздух сосет там он нагнетает сюда это как бы здесь вот идет на вытяжку так и сняли и аккуратненько тут еще один сенсор на это на влажность вот его на тоже здесь отсоединить и все вот у нас эти роллеры здесь два есть вот он если можете видеть это не должно вот это нормально еще ну хотя есть небольшое а это только же это когда на этот шум издает видать изработался у него это вот так не должно быть вот 20 стороны или два сейчас вот этот снимем так нам надо снять ремень так вот сняли ремень там снизу так вот за ремешок от если он у вас целый отсюда убираем его вот так она выглядит без здесь вот пыль мы сейчас это все почистим здесь вот есть эти роллеры так вот этот ну как бы этот более-менее у этого уже немножко есть люфт вот он уже будет шуметь и сдавать нойзи и вот ролик натяжение как бы посмотрим если чё можно его поменять если вот двигатель сейчас это пропылесосим поменяем ролики поменяем натяжитель ремень и все это как бы обратно ставим закрепляем ремень в натяжителе и все в обратном порядке собирает и тестируем должно работать без всяких проблем мы нашли причем на этого шума это были ролики роллеры ролики по-русски ролики по-английски ролл роллеры так что меняем заодно ремень поменяем раз у нас тут она идет в комплекте и натяжитель чтоб потом сюда не лазить и еще проработать сколько года три наверно точно проработает еще он проработал три года еще проработает вот сейчас мы открыли все это здесь убрали пропылесосили сейчас пробуем натяжитель он здесь вот болтик отошел и он весел это он должен ровно стоять это он болтается тоже может создавать и сумм и она может ремень не так натягивать проскальзывать так что мы сейчас это все сделаем поменяем и будет все вот крутим тут такой болтик и все и натяжитель снимается вот у нас старый натяжитель и вот новый болтик который крепит натяжитель так он вроде а нет уже уже есть мы как бы небольшой люфт есть сейчас поменяем это все на новом этого нету заодно мы ремень поменяем все этот идет новый болтик как раз для этого натяжителя и вот здесь две аж эти пружины вот мы смотрим какая видеть разные эти одна не одинаково так вот она одна он другая так что какая нам подойдет вот это нам подойдет похоже на это все меняем так вот меняем эти ролики вот тут задней стороны чтобы не прокручивалась ключиком на 17 а тут на 8 и так раз откручивается еще есть такая шайба с одной и с другой стороны так что в таком вот порядке новый ролик вот сюда на эту шайбу подставляю так у нас раз или другая шайбочка и гайка еще и затягиваем в обратном порядке и так все 4 так все у нас теперь тут люфта не будет теперь также делаем с другой стороны все мы установили роллеры с двух сторон на переднюю стенку и на заднюю был с одной стороны плохой из другой тоже один и все и теперь меняем менять будем заодно ремешок как мы проверим на сколько новых короче старого не это не одинаково ночь нормально все дома у нас короче будет значит не сильно растянулся все его так устанавливаем этот барабан и опять тем же методом так куда и что вот эта кромка она стала на те эти вот она на те роллы осталось мы установим ремень отсюда конечно неудобно там вот есть другие эти кольца с другой стороны смотровые можно было через них на придумаем и здесь это сделать устанавливаем этот ремень под натяжитель и на шкивок и потом проверяем так вот так если вот у нас там все здесь он говорится движок прокручиваем крутит значит у нас ремень на месте я теперь в обратном порядке будем устанавливать переднюю стенку делаем сенсор на влагу присоединяем все обратном порядке чтоб ничего не пропустить вот эти заводим роликами под вот эту кромку говорится и все и вот в эти отверстия с одной стороны не на лучше и потом другую сторону и все как бы она у нас уже на месте сейчас установим этот колпак учет у нас это лишние запчасти откуда они непонятно попали сюда ну кого-то с вещей вот так у нас подвоздуховод на месте сейчас мы его сначала на 3 шурупика сделаем вот мы уже эту стенку установили чуть не забыл хотел уже нам еще на 5 4 шурупика заделать короче если лишний материал останется значит где-то вы не докрутили вот мы все это уже собрали здесь вот закрепили четырьмя шурупами и все теперь устанавливаем переднюю панель но легко устанавливать сначала нам на снизу и попасть чтобы она стала на место вот она все уже стоит так и в обратном порядке здесь этот крепим сейчас мы так вот розетта шурупами у нас нормальный сенсор шуб для двери назад устанавливаем раз и раз здесь назад крепим эти электрику чтобы она у нас нигде не болталась в эти зажимы еще сейчас здесь 3 здесь 3 переднюю панельку шурупы и все закрываем верхнюю крышку и все она у нас готова ну чё делаем выводы все мы закончили и теперь смотрим было два ролика роллера плохие оно не должно вот так вот болтаться вот это но как бы издавала шум натяжитель как бы есть небольшой люфт ну как бы нормально а нет не должны торги должно вроде вот из-за этого ремень был нормальный но мы его тоже заменили потому что все таки она уже три года отработала чтобы туда не залазит и натяжитель так что все теперь включаем и проверяем все работает или нет все сейчас нету шума ура сэкономили мы много я думаю нам это стало на амазоне где-то около 50 там разные цены ну даже 40 с чем-то да там с налогами так-то на 3 с чем-то стоило плюс налоги 40 чем-то но 50 долларов где-то в районе я думаю что если бы вызывали мастера чтобы это стоило намного дороже не знаю насколько но дороже но всего хорошего и вашей сушильной машинки а 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 у